МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном сегодня выпуске. Авария в Саудовской Аравии. Автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП. Есть пострадавшие. Разбой средь бела дня. В Хасавюрте двое злоумышленников ограбили доставщика пенсии. Деньги за мусор. В Махачкале открылся первый эко-пункт по приему вторичного сырья. Начинаем выпуск с печальной новости. Автобус с дагестанскими паломниками сегодня ночью попал в ДТП в привъезде в город Эр-Рият. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Подробности происшествия расскажут наши коллеги, которые находятся в эти дни в Саудовской Аравии. Слово Гусейн Гусейнову. Друзья, всем ассалам алейкум. Мы сейчас находимся в Мекке. Многие уже знают, что автобус с дагестанскими паломниками попал в аварию. Рядом со мной генеральный директор хадж-компании Мару Атур Булат Курбанов. Булат ассалам алейкум. Вот эта неточность, она заставляет многих переживать о случившемся. Что случилось? Кто пострадал? Какая помощь оказана? И какая дальше судьба у паломников? Действительно, один из автобусов с нашими паломниками дагестанцами, которым уже направлялся в Дубай для того, чтобы вылететь на родину, вчера попал в ДТП. Это произошло примерно к 3 часам ночи. Это было уже при въезде в столицу Саудовской Аравии. В момент остановки автобуса в них врезалась фура. В результате этого столкновения, к сожалению, есть пострадавшие. Одна женщина, это Курбанова Пердауз Ахмедовна, она погибла, 59-го года рождения. Еще есть две пострадавшие. Это Абдулаева Зайнаб Ахмедова, 66-го года рождения, родная сестра ее. Она получила травму головой и есть. Вторая женщина, Магомедова Фатима Зайрбеговна, 82-го года рождения, у нее травма руки. Обе они госпитализированы. Находятся в данный момент в госпитале Ириада. С ними находятся ближайшие родственники. Это племянник, сын погибший. С нашей стороны мы с ними на связи постоянно. Ближайшим рейсом вылетаем в столицу Ириада. Там находятся сейчас представители консульства Российской Федерации. То есть оказывается всяческая помощь. Сейчас решается вопрос похорон. И будем заниматься решением вопрос тех, которые находятся сейчас в госпитале, и как в дальнейшем мы их будем переправлять на родину. А похороны где решили? Ее отправят на родину? Родственники приняли решение, что похороны будут проходить здесь, в Ириаде. Судьба рейса, как и дальнейшая? Остальная группа направилась. То есть экстренно был заменен автобус. Компания Саптко предоставила другой транспорт. Всех остальных паломников направили в аэропорт. Они в данный момент уже направляются в сторону Махчакова. От себя лично, от всей компании Марва приносим соболезнования родственникам погибших и родственникам пострадавших. Будем оказывать всяческую помощь. Дай лаг всем терпения, здоровья всем остальным. И в продолжение темы ДТП. За последние дни в Дагестане наблюдается резкое увеличение числа аварий со смертельным исходом. Только с начала этого месяца зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло более 20 человек. Также это 118 раненых, в том числе 14 детей. Основная причина – выезд на полосу встречного движения. Мы все должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас. Их стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить самым главной ценностью на земле – человеческой жизнью. Всемирно беречь ее на дорогах. В связи с резким осложнением ситуации с аварийностью в республике, ГИБДД проводит профилактические мероприятия под названием «Обгон». Грабеж средь бела дня. В Хасаверте совершено очередное разбойное нападение на разносчика пенсии. 54-летний доставщик не смог отбиться от похитителя и в итоге лишился 150 тысяч рублей. Сейчас грабители пойманы и находятся под стражей. Подробнее о преступлении в сюжете Карина Баталовой. Удар металлической трубой, толчок и сумка с деньгами оказывается у похитителя. Один о подстраховке, второй действует. Этот план, по мнению ранее судимых преступников, должен был идеально сработать. Деньги нужны были. Мы решили деньги собрать. Ударили трубой. Забрали мою возле мороженого всех на углу. Каким образом? Ну, а впереди шел, а стал ему, был ударил. На кого напасть и когда, мужчины знали неспроста. Пострадавший доставщик как раз передал пенсию пожилому отцу одного из злоумышленников. А позже сам стал жертвой его сына. Перед глазами маячил большой куш. Тут моральные принципы и отошли на второй план. Мы оттуда шли, метров 150 он за нами шел, короче. Мы здесь отстали, вот здесь. И все. Он тронулся и с вами ушел, короче. Он тронулся, вот так вот и пошел. И здесь я где-то, короче, я трону. Здесь что сделал? Еще раз покажу. Трубой удалил. И все. Да. Трубой удалил, у него сумка упала. Я сумку взял и побежал. В течение суток полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении разбоя. Ими оказались двое граждан, проживающих в Хасавюрте. Один 37 лет, неоднократно судимый за совершение разбоя и краж. А второй 36 лет, ранее также осужденный за разбой. Доставлено в отдел, содеянным сознанием, в принципе, похищенное изъято. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по закреплению их невинно в процессуальном порядке и установлению их причастности к другим совершенным преступлениям на территории республики и города Хасавюрт. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Тарина Баталова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Закурение на рабочем месте теперь, возможно, будут штрафовать. С такой инициативой выступил Минздрав России. Так, в программе «Укрепление здоровья работающих» разработана система штрафов, где определены расценки, на которые работодатель сможет понизить заработную плату сотрудника. Кроме того, в общественных местах вместо курилок будут оборудованы помещения, оснащенные инвентарем зоной для физкультуры. Авторы программы считают, что эти меры смогут заменить перекур на работе. Обменяй пластик, макулатуру и другое вторсырье на денежные вознаграждения. Махачкале открыли первый на Северном Кавказе эко-пункт. Пункт приема установлен на улице Чернышевского в нескольких шагах от Центральной Джума-Мечети и по проспекту Имама-Шемля-34. Время сдачи сырья с 10 до 19.00. Проект реализован по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии совместно с региональным оператором по сбору ТКО при поддержке администрации города. Киоск по раздельному сбору мусора, который устанавливает у нас региональный оператор Уфролитер, который осуществляет сбор мусора в городе Махачкале, в данной территориальной зоне, для того, чтобы потихонечку перейти на раздельный сбор отходов. Возможности природы, как вы знаете, невероязвичные. И с учетом усложнения нашей жизнедеятельности и появления все новых способов и материалов упаковки. И у гитар нагрузка на нашу природу увеличивается. А теперь короткий обзор новостей от Луизы Раджабовой. В Дагестане мужчина ранил из пистолета двух односельчан. Инцидент произошел в селении Дылым Казбековского района. В ходе беседы между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Одного он ранил в руку, другого в бедро, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого. Принимаются меры к его задержанию. Пострадавших госпитализировали. В Дагестане на среднюю зарплату можно купить 500 литров бензина. Аналитики на основе данных Росстата рассчитали объемы топлива марки 92, который могут купить жители различных субъектов на среднемесячную зарплату. Дагестан оказался в аутсайдерах рейтинга. Республика находится на самом последнем месте. По словам экспертов, это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. Роспотребнадзор рекомендует школам обеспечить места хранения для телефонов учеников. Также ведомство предоставило перечень рекомендаций по вопросам безопасного использования гаджета в образовательных учреждениях. Согласно ему, телефон не стоит носить на шее, в кармане и на поясе. Кроме того, ведомство советует сокращать время контакта с устройствами и максимально удалять сотовые от головы в момент разговора. Не стоит забывать, что во время сна телефон должен находиться не ближе двух метров от головы. Махачкала – один из самых шумных городов России. Исследователи портала недвижимости «Домофонд» составили ежегодный рейтинг 200 городов России по уровню тишины. В основе рейтинга ответы более 90 тысяч человек. Жители оценивали города по следующим критериям. Тишина районная и шум на улице от 1 до 10 баллов. Столица Дагестана разместилась на 138 позиции, уступив Грозному и Нальчику. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok